Следующая программа предназначена для зрителей любого возраста. Лицом к лицу. На судебном заседании обманутые дольщики и обвиняемые впервые посмотрели друг другу в глаза. Дело недостроенной высотки на улице Машинной сдвинулось с мертвой точки. Новый год в новом доме. Тысячи человек из ветхого и аварийного фонда получили ключи от новых квартир за прошедший год. До главного торжества зимы осталось меньше трех недель. Как интересно организовать не только домашний, но и рабочий праздник, узнали наши корреспонденты. Увидеть мировые шедевры живописи не в музее, а прямо на улице теперь возможно. В Нижнем Новгороде прошла акция проекта «Градские издания». Завоевали первое место, став лучшими во всем мире. Нижегородцы Егор Путикин и Дмитрий Удалов выиграли чемпионат мира среди ампутантов. Об этих и других событиях этого четверга я и мои коллеги расскажем в ближайшие минуты. Выпили службу новостей «Город». Меня зовут Мария Зелинская. Здравствуйте. Почти 800 потерпевших и сотни миллионов ущерба. В Сорумском районе начался судебный процесс обманутых дольщиков с улицы Машинной. Стройка многоэтажки должна была завершиться еще в 2009 году, но здание до сих пор недостроено. Первое заседание суда пришлось проводить в зале кинотеатра. Только так на процесс смогли попасть все потерпевшие. Обо всем по порядку в репортаже Павла Буянова. Нина Чайникова – одна из потерпевших по делу обманутых дольщиков. В далеком 2008-м она вложилась в строительство дома на улице Машинной, потому что на готовую квартиру денег не хватило. В Нижний Новгород она собиралась переехать из Нижневартовска. Теперь вынуждена жить на два города, расстояние между которыми более 2500 километров. В четверг таких же обманутых, как Нина Александровна, в здании кинотеатра в Сурмовском районе собралось больше 150 человек. Еще несколько десятков потерпевших не смогли прийти. А трое и вовсе не дождались этого судебного процесса. Постоянные безответные обращения в различные инстанции не оставили им надежды. Они покончили с собой. Куда только не обращались. Это круги ада, по-другому не скажешь. Пять лет нам администрация области и города вешала лапшу на уши. Теперь, значит, ссылаются на 195-е постановление, которое не опробовано. Денег никому еще не выделено. Но ссылаются, что, ребята, оформляйте землю на себя. Идите по 195-му постановлению. К нему там еще 2 569 и 617. Но гарантий никаких, что, например, в 2015-м нам достроят. Сегодня почти каждый из обманутых дольщиков может подрабатывать юристам слишком долго. Им пришлось изучать законы, чтобы довести дело до суда. 12-й дом по улице Машиной застройщик должен был сдать летом 2009 года. Несколько раз срок сдачи переносился, пока стройка и вовсе не заморозилась. Так 12-й дом по улице Машиной выглядит сегодня. За последние несколько лет в этом недостроенном доме ничего не изменилось. Рядом уже во все развернулась другая стройка. Как видно, работа здесь идет полным ходом. И чем больше этажей появляется на соседней стройке, тем меньше шансов, что 12-й дом по улице Машиной хоть когда-нибудь будет достроен. Недостроенными остались лишь 10% дома. Причем деньги дольщики выделяли исправно. На строительство они отдали почти полмиллиарда рублей. При этом в бухгалтерские записи застройщика попали лишь 250 миллионов. Куда делись остальные деньги, предстоит установить суду. Люди перечисляли деньги, этих денег не хватило. Какая подсудима? Мои позиции я изложу в суде. Вы считаете себя виновным? Нет. Второй подсудима Александр Черепнин свою вину также не признает. Среди статьи обвинения – хищение, растрата и мошенничество. Процесс по делу обманутых дольщиков только начался. Впереди не одна неделя разбирательств. И среди потерпевших есть еще те, кто верит, что когда-нибудь высотка на улице Машиной будет достроена. Хочется верить, конечно. Хочется верить. Все-таки кто-то должен нас защитить. В Нижнем Новгороде подвели итоги программ волнового переселения из аварийного фонда. С начала года на территории области в эксплуатацию было введено 100 домов. Всего в этом году новое комфортное жилье должны получить порядка 4 тысяч человек. В ближайшие три года планируется ускорить темпы расселения аварийного жилья в пять раз. Спасибо большое, что в нашем очень простое время. При навреде усилий вообще. Этого волнительного, но очень радостного момента ждали многие. Нижегородцы, большинство из которых раньше жили в ужасных условиях, получили ключи от новых квартир. Всего в 2014 году новым жильем обзавелись 4 тысячи человек из ветхого и аварийного фонда. 11 декабря губернатор Нижегородской области Валерию Шанцеву отчитались об итогах волнового переселения граждан за год. В городе было построено 5 домов. В следующем году планируется увеличить это число до 8. Под расселение попадут площадки в Приукском и Нижегородском районах. В этом году в Нижнем Новгороде задача переселить тысячу семей. Вот уже здесь только 563 семьи получают новое жилье. И осталось нам в Нижнем Новгороде ввести еще два дома на границе улицы Деловой и Родионова и Бурнаковки. Заканчиваем эту программу. Приблизительно такие темпы хотим сохранить в течение 3-4 лет в Нижнем Новгороде. И задачу эту по тому объему 285 тысяч квадратных метров решить к 1 января 2017 года. Для второй волны переселения планируется создать полторы тысячи квартир. В них будут расселены жители двухсот ветхих и аварийных домов города. Новые постройки должны соответствовать высоким требованиям. В них предполагается устанавливать домофоны и камеры наружного наблюдения. Если нет 18-ти, сиди дома. Нижегородские депутаты до конца этого года рассмотрят проект, который запрещает лицам до 18 лет находиться в ночное время в общественных местах. Сейчас под этот запрет попадают лишь подростки до 16 лет. Инициатором этого проекта стала Галина Гуренко, начальник управления по труду и работе с населением городской администрации. Она предлагает ввести запрет на посещение общественных мест молодым людям до 18 лет в ночное время без сопровождения взрослых. В летний период с 23 часов до 6 утра. Зимой с 10 часов вечера до 6 утра. Даже среди коллег Галины Гуренко депутатов нашлись те, кто ставит под сомнение целесообразность введения такого запрета. Мне лично кажется, что это перебор, потому что 18 лет – это уже абсолютно взрослый человек. У нас с 16 лет уже можно вступать в брак. У нас нет столько милиции, чтобы этот закон соблюсти, его контролировать. Поэтому я вот боюсь, что это будет закон для галки, к сожалению. Не обошел этот вопрос вниманием и глава города Олег Сорокин. По его мнению, после введения запрета подросткам до 18 лет придется даже в кино на вечерние сеансы ходить со своими родителями. Сегодня в ночное время нельзя находиться без родителей школьникам до 16 лет. В перечне общественных мест, попадающих под запреты – улицы, дороги, остановки, развлекательные клубы, овраги, кафе, аптеки и даже автозаправки с кладбищами. Ну а сейчас информация о происшествиях города и области. Небольшая сводка далее. Новые подробности аварии на Мызинском мосту появились в интернете. Опубликовано видео с регистратора одного из участников столкновения. На съемке видно, что водитель двигается по крайнему левому ряду по мосту в сторону нижней части города. В какой-то момент со встречки на него вылетают две иномарки. В результате участниками этого ДТП стали пять серов автовладельцев. Четыре человека получили ранения, из них двое тяжелые. На московском шоссе дорогу не поделили двое автолюбителей. Один из участников столкновения приехал в Нижний Новгород из Владимира. В момент столкновения попал объектив камеры регистратора очевидца. На съемке видно, что на круговой развязке водитель Рено захотел проехать правее. Владитель другой иномарки проехал левее. В результате транспортные средства столкнулись. Кто прав, а кто виноват в этой аварии, установят инспекторы дознания. Стая кабанов едва не оказалась под колесами автомобиля в Нижегородской области. Животные выскочили на дорогу перед близко идущим транспортом. Водитель сбавил скорость и все обошлось. На съемке видно, что эта картина удивила также и другого водителя, который даже остановился и вышел из машины, чтобы посмотреть на диких животных. То ли места в салоне не хватило, то ли острых ощущений. Иначе поступок одного из жителей в Иксе не назовешь. В камеру регистратора очевидца попал мужчина, который решил проехаться верхом на багажнике автомобиля. Его не смутили ни опасность, ни холодная погода. Хотя, возможно, этот мужчина проспорил. В любом случае хочется напомнить телезрителям, что подобные поступки повторять не стоит. Это опасно для жизни. Далее новости от наших партнеров, а затем выпуск новостей продолжится. Не переключайтесь. До главного торжества зимы осталось меньше трех недель. Как интересно организовать не только домашний, но и рабочий праздник, узнали наши корреспонденты. Увидеть мировые шедевры живописи не в музее, а прямо на улице теперь возможно. В Нижнем Новгороде прошла акция проекта «Градские издания». Завоевали первое место, став лучшими во всем мире. Нижегородцы Егор Путихин и Дмитрий Удалов выиграли чемпионат мира среди ампутантов. Прокачай Рио вместе с участниками нового шоу. Десять начинающих диджеев продолжают бороться за главный приз – комплект диджейского оборудования. Я учусь в школе диджейнга совсем недавно, всего меньше месяца. И за этот короткий срок я научился чувствовать толпу, лучше стал разбираться в музыке. Ребята обучаются у опытных наставников. В этот раз своим мастерством поделился диджей Бабон. Он рассказал, как стать настоящим диджеем. А также все присутствующие смогли попрактиковать логичное сведение и узнали, что такое вормап и праймтайм диджей. Все ребята талантливые, у всех есть потенциал. И сегодняшний мастер-класс – это еще раз заказал. А если ты хочешь поддержать любимых участников, приходи на диджей Баттл 13 декабря в ТРЦ Рио. В эфире служба новостей «Город» и мы продолжаем. Новый год все ближе, до него остается ровно 20 дней. В трудовые будни нужно успеть продумать праздник не только домашний, но и рабочий корпоратив. К счастью, сейчас организацию вечеринки «Ваши мечты» можно доверить профессионалам. Екатерина Вологина расскажет, как будут веселиться и сколько придется заплатить за новогодний фуршет. Несколько утренников, поздравлений на дому и вечерние корпоратива. В декабре пара «Дед Мороз» и «Снегурочка» – самые желанные гости. Все мы были детьми. Самое главное – это вера в Деда Мороза. Если и дети, и взрослые верят в Деда Мороза, то значит праздник удался, все состоялось. Цена на персональное поздравление в некоторых ивент-агентствах может доходить до 10 тысяч рублей. Самое дорогое удовольствие – 31 числа. В новогоднюю ночь возможно все, даже побыть Дедом Морозом или Снегурочкой. В этом деле без костюма никак. Наряды волшебников можно даже взять в прокат. Они обойдутся в 2 тысячи рублей. Только забронировать их нужно заранее. Есть костюмы и подороже. 15 тысяч за образ Снегурочки и еще 24 за наряд Дедушки Мороза. Борода включена. В этом году стандартные цвета – красный и синий – дополнили хохламской росписью. В таком же разрисованном кофтане будет и главный нижегородский Дед Мороз. Все костюмы у нас на подкладе, в простроченном синтепоне. Он именно прострочен таким образом, что он никогда не будет вылезать. Были случаи, вот работали люди в 20-25 градусов. Мы шьем именно шубы Деда Мороза, то есть мы не шьем халаты. Выбирать ресторан или кафе для новогоднего корпоратива придется по вкусу. Традиционные оливье, селедку под шубой можно найти не везде. Зато легко выбрать кухню – итальянскую, восточную, на французский манер. За праздничное меню придется заплатить от полутора до пяти тысяч рублей на человека. Если говорить о ночи, непосредственно, именно ночь новогодняя, то у нас есть рестораны, которые просто ты приходишь и ешь. Меню работает сколько хочешь чашку кофе выпить – выпил чашку кофе. Хочешь шампанское с какими-то деликатесами – пожалуйста. И в этом случае то, что называется входной билет, равен нулю. Ты ничего не заплатил, просто поел. Есть рестораны, в которых действительно продаются билеты. Если вариант отметить Новый год тортом в офисе, не устраивает доверить развлекательную программу лучше профессионалам. В Нижнем Новгороде первое с Новым годом прозвучало уже 6 декабря. Самая востребованная дата – 24 число. На корпоративах крупных фирм из обычных посиделок праздник превращается в куштим билдинга. Ивентеры это уже давно понимали, и сейчас начали откликаться их заказчики на просьбу организаторов сделать что-то самим. Сделать мюзикл с участием сотрудников, когда коммерческий директор вдруг поет какую-то композицию, подготовленную, записанную в студии, с хореографией. Как отмечает шоумен, нижегородцы не привыкли тратить много денег в городе. Те же тысячи или миллионы проще отдать за поездку в Турцию или Грецию за новогодний All Inclusive. В прошлом году, например, из 10 корпоративных мероприятий, хороших компаний, серьезных, например, на 5 были приглашенные звезды, так их будем называть, то в этом году из 10 на 1. Тем не менее, многие по-прежнему на итоговую вечеринку года денег не жалеют. Есть вечеринки на миллион, на 3 или больше. Большие деньги здесь считают и обсуждают журналисты. Например, на радость сотрудникам руководства Нижегородского отделения «Газпрома» готовы потратить больше 4 миллионов рублей. А Мельсельхоз вложился еще в ноябре. Около 2 миллионов рублей за поздравления с профессиональным праздником от Вики Цыгановой. Самый большой спрос сегодня на Григория Лепса. Чтобы он спел про рюмку водки на столе на вашей вечеринке, придется отдать 100 тысяч евро. Филипп Киркоров чуть дешевле – 90 тысяч евро. Еще на 1 десяток дешевле Николай Басков. Вне конкуренции Алла Пугачева – больше 200 тысяч евро, если, конечно, Примадонна согласится выступать на частной вечеринке. За 40 тысяч евро у «Елки» споет Дима Билан. Вариант подешевле – группа «Братья Гримм» – всего 5 тысяч евро. Но в погоне за запоминающимся праздником важно не забыть найти время и деньги на подарки родным. Екатерина Вологина, Максим Жалыбин, служба новостей «Город». Нижегородцы завоевали первое место, став лучшими в мире. Подробности знает Оксана Васильева. Она представит рубрику «Короткой строкой». Здравствуйте. В ближайшее время хлеб может подорожать на 10%. Эксперты предупреждают, что цены на пшено будут расти и дальше. Это обусловлено увеличением затрат поставщиков на зерно, муку и зарубежное сырье и перевозку продуктов. Развитие ситуации зависит от курса рубля по отношению к доллару. По данным Росстата, инфляция за неполный 2014 год составила 8,9%. Помимо хлеба, за последнюю неделю более чем на 1,5% подорожали рис и подсолнечное масло. В Нижегородской области 89 выпускников написали итоговое сочинение на двойки. Всего же на экзамен явилось 14 тысяч школьников. Получается, что на оценку неудовлетворительной работы выполнили 0,6% от общего числа учеников. А 400 человек вместо сочинения выбрали изложение. Самой популярной темой заявленных стала «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Ее выбрала почти половина школьников». Федеральную трассу М7 Москва-Нижний Новгород обработают инновационными реагентами, а они обеспечат большую безопасность при движении транспорта. Более 150 километров дороги будет посыпана смесями на основе увлажненных хлоридов. Эти химические соединения гораздо быстрее вступают в борьбу с гололедом, ускоря ее тайне. Также новые реагенты практически не разносятся ветром и сохраняют свою эффективность при низких температурах. Увлажненные хлориды заменят песко-соляные смеси. Теперь дорога будет меньше загрязняться и не потребует дополнительной расчистки весной. Два нижегородских футболиста выиграли чемпионат мира среди ампутантов. Сборная России одержала победу над Анголой. Соревнования проходили в Мексике. Егор Путикин занимал позицию вратаря, а Дмитрий Удалов играл в нападение. Оба спортсмена являются воспитанниками Нижегородской академии футбола. В настоящее время они готовятся к возвращению домой и возобновлению тренировочного процесса. В Нижнем Новгороде может появиться маршрут по религиозным объектам. Он должен усилить дружбу народов и разных конфессий. Это нововведение благоприятно повлияет на имидж города, уверены создатели. Предполагается, что туристический маршрут проложат через исторический центр Нижнего Новгорода, Старая Канавина, Нижневолжскую набережную, улицу Рождественскую и территорию Кремля. Однако в настоящее время доля религиозного туризма не превышает 10% от общего числа популярных маршрутов. Это были все новости короткой строкой за четверг, 11 декабря. На два вечера стены Нижегородского кукольного театра превратились в Третьяковскую галерею. С помощью проекционного оборудования на здание театра перенесли серию классических произведений русских художников. «Тройка» и «Охотники на привале» Василия Перова, «Три богатыря» Виктора Васнецова и другие виртуальные проекции самых известных картин, подлинги которых выставлены в Третьяковке, ожили на вечера четверга и пятницы. Нижегородцы смогут увидеть их с 6 вечера до полуночи. Здание кукольного театра выбрали не случайно. Во-первых, это старинная постройка, а во-вторых, у дома стены белого цвета. Значит, проекция будет лучше видна. Инновации они в нашу жизнь вступают достаточно активно и в сферу культуры тоже. Поэтому, ну, конечно, приятно посмотреть на любое живописное полотно воочию, но согласитесь, и в такой форме восприятия тоже есть свои какие-то интересные нюансы, и по-разному можно, так сказать, оценить искусство того или иного художника. Аналогичные показы в рамках проекта «Городские здания» уже прошли в семи городах России. Нижний Новгород стал восьмым, заключительным по счету мегаполисом. До Приволжской столицы репродукции оживали на самых известных строениях городов Казани, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Уфы и Санкт-Петербурга. Ну а теперь новости интернета. Все самое интересное в обзоре социальных сетей. Главный герой этого видео бесплатно поужинал на 60 тысяч рублей и стал звездой интернета. Бездомный кот ночью пробрался в дорогой продуктовый магазин в аэропорту Владивосток и залез в рыбную витрину. Там он и устроил себе настоящий праздник. А свидетели желали везунчику приятного аппетита. В знаменитости в городе группа Бандерас выступила на одной из закрытых вечеринок в Нижнем Новгороде. Этот факт всеобщей огласке предан не был. Поэтому ребята пели свои лучшие песни не для всех, а только для самых избранных слушателей. Первый городской канал продолжает конкурс на лучшие новогодние украшения окна, машины, подъезды, офисы или школы. Первые фотографии уже появились в сети. Люди делятся тем, как они готовятся к праздникам. Напомним, победители могут получить золотые серьги, шубу, килограмм красной икры, сертификаты на покупку детских игрушек и другие подарки. Даже поход за покупкой ему может настолько утомить, что заснуть на ходу хочется, что и сделал один из посетителей в Нижегородском торговом центре. Наверняка ему в магазине было уютно, как дома. Иначе бы он не стал снимать обувь. Ваши фото и видео тоже могут дополнить наш эфир, но для этого, выкладывая их в сеть, не забудьте поставить хэштег Первый городской НН. Ну а далее наш традиционный опрос. Мы поинтересовались у нижегородцев и гостей города, что хорошего произошло в их жизни. И вот какие ответы мы услышали. Внук родился, правнучка родилась. Вообще неожиданно весьма, что я дожил до такого, что даже правнучку дождался. Оправилась после вчерашней болезни неожиданной. Свалила температура в 38 градусов. Сегодня я уже 36,6. Первое, то, что моя супруга же находится в отпуске. Гуляем, отдыхаем. Это первая хорошая новость. Второе, то, что мы ремонтируем квартиру получили. Вернее, купили новую. Я сходила на «Интерстеллар». Мне очень понравилось. Это восхитительный фильм. Там шикарный космос. Шикарные актеры, игра. Все прекрасно. И это подняло мне настроение. Внучка у меня поступила в художественную школу. Пистери одна живет. Я говорю, глобус пропуск. Смотри, Летин. Ну вот, это мой племяник. Новогоднее настроение. Украсили корпус наш. Ёлку поставили. К Новому году я готовлюсь. Встречать я его буду, конечно же, как все адекватные люди с семьей, с детьми. Наверное, обязательно позвоню. Не наверное, обязательно позвоню своим родителям, родителям мужа. Ну а сейчас о погоде на завтра. Прогноз на пятницу приготовила Анастасия Клепнева. Настя, здравствуй. Чего же нам ждать завтра от природы? Добрый вечер, Маша. По народному календарю 12 декабря парамон седьмой указатель. В этот день было принято сбрасывать с крыши снег. Но не лопатой, а метлами, чтобы крыша не прохудилась. В народе примечали, если весь день будет ясно, то и месяц будет таким же. Ну а если туманно и пасмурно, то значит будет снег. Но по прогнозам синоптиков, завтра днем в Нижнем Новгороде будет облачная погода. Временами пойдет снег в минус 2 градуса. Значные часы около нуля. И на этом у меня все. Если вы стали свидетелем уникального события, обязательно звоните к нам в редакцию по телефону 217-01-71. Я также напоминаю, что все новости выпуска вы сможете еще раз увидеть на нашем сайте, адрес которого сейчас на ваших экранах. Но информационный блок на этом не заканчивается. Делает комнату уютной и теплой, защищает от шума и даже препятствует образованию бактерий. Все это про ковер. Как правильно выбрать этот предмет интерьера, чтобы он вас только радовал, расскажет Мария Белова в рубрике «Страна советов». Я же Мария Зеленская прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до встречи на Первом городском. На Древнем Востоке по количеству ковров в доме судили о благосостоянии в семье. Чем больше ковров, тем выше твой статус. Прошло много веков, а мы по-прежнему украшаем свой дом коврами. Но сегодня трудно не растеряться в многообразии видов, форм и расцветок. Никакой ламинат или линолеум, даже если у вас теплый пол, не в состоянии подарить этого приятного ощущения мягкости и защищенности. Ну а чтобы ваши ожидания совпали с реальностью, нужно знать, каким преимуществом обладают разные виды ковров. Шерстяные ковры, ручная работа, так же как и ювелирные украшения, это произведение искусства и семейная ценность, передающаяся из поколения в поколение. Ведь кроме узоров невероятной красоты, они обладают еще великолепным качеством и долговечностью. На создание коврового шедевра на ручном станке у мастерицы может уйти целый месяц, поэтому такое шерстяное изделие в цене. И еще больше ценится искусственно состаренные ковры из натуральной шерсти серия «Антик». Они для любителей винтажных вещей, ведь выглядит такой ковер, как будто его сделали несколько веков назад. Натуральные ковры в основном сделаны из овечьей шерсти, и в них содержится такое полезное вещество, как лунолин, который обладает противовоспалительным свойством и противодействует образованию бактерий. Юрий Одинец долго выбирал ковер для гостиной и отдал предпочтение именно классическому варианту из натуральных материалов. Я недавно сделал ремонт в гостиной и считаю, что интерьер остался незавершенным. И поэтому я решил купить себе ковер из натуральной шерсти, поскольку он прослужит очень долго, на нем не остаются следы от мебели, например, от столика или от дивана, и он электризуется. Коврам из натуральных материалов также относятся хлопковые и шелковые, они тоже долговечны и практичны. А ковры из бамбуковых нитей плотности 2 миллиона узлов одновременно и плотные, и тонкие. Ходить по нему также приятно, как по толстому ковру, а ноги чувствуют ощущение прохлады от бамбука. Сейчас даже ковры из искусственных материалов производят таким образом, что они сочетают отличный внешний вид, практичность и долговечность. А самое главное, стоят они недорого, и это позволит сэкономить семейный бюджет. Особым спросом сейчас пользуются ковры с тиснением, или, как их еще называют, с рисунком 3D. Объемное изображение смотрится очень эффектно и обязательно привлечет внимание гостей. Искусственные ковры в основном состоят из полиамида супрема полиэстера. Акриловые ковры внешне очень напоминают натуральные шерстяные ковры, но при этом намного дешевле. Они устойчивы к загрязнениям, практичны. Искусственный ковер среднего размера может обойтись вам всего в 4,5 тысячи рублей. Поэтому спрос на них большой, тем более, что дизайнеры предлагают большой выбор всевозможных рисунков в самой невероятной расцветке. Я снимаю квартиру в Нижнем Новгороде. Недавно переехала учиться и работать. Вот хочется сделать квартиру более уютной. Думаю, что яркий ковер мне в этом поможет. Сейчас даже ковры из искусственных материалов делают более прочные и долговечные. А еще на него точно не будет аллергии. Кстати, ковры сочных выразительных оттенков сейчас в моде. Причем это могут быть как небесно-голубые оттенки, так и цвета молодой зелени и даже розовая гамма. Главное, чтобы ковер гармонично смотрелся в интерьере комнаты. Еще одно направление – дань экологической моде. Конечно, всегда модна классика, но есть и модные тенденции. И это приближено к природе. Камни, песок, вода. Ковер для детской комнаты нужно выбирать с особой тщательностью, ведь на нем дети проводят большую часть своего времени. И тут в первую очередь нужно подумать о безопасности. Ковер в детской защищают от шума и холода. Здесь у ребенка меньше шансов поскользнуться и упасть, когда он делает свои первые шаги. Особенно, если заказать специальную противоскользящую подложку. Лучше, если ворс изготовлен из натуральных материалов, но он не должен вызывать аллергические реакции. Ковер для детской должен хорошо очиститься и мыться. Лучше не выбирать марки и расцветки. Кроме эстетической стороны вопроса, ковер может быть еще и полезен, например, для звука и шумоизоляции помещения. Специалисты посчитали, что ковер уменьшает растраты при отоплении на 10%. Сеть магазинов «Ковровый дом» – это огромный выбор ковров различных видов и расцветок. Но самое главное – это всегда правильный выбор, потому что весь представленный ассортимент отличного качества. «Ковровый дом» работает с самыми разными производителями – Бегия, Турция, Иран, Китай, Индия, а также производители «Макфри», «Оста», «Ангела», «Раголли», «Калинка» и многие другие. В наличии всегда большой выбор ковров с оригинальными и классическими рисунками, а также ковры для детей, ковры высокого ворса, ковровые изделия, исполненные вручную и рельефные ковры. Здесь вы найдете ковер, который точно подойдет и впишется в ваш интерьер. Поможет в этом специальная услуга – бесплатная примерка ковра. Специалисты приедут к вам домой, расстелят три ковра, и вы выберете лучший. Еще одна услуга – подборки ковра. Вы высылаете по электронной почте ваши параметры и фотоинтерьера, и вам подбирают подходящий вариант. Доставка по городу бесплатна. «Ковровый дом» воплощает ваши мечты об уюте в реальность. Подробности на сайте www.kovrovydom.ru 12 декабря в Нижнем Новгороде. Днем минус 2 градуса, облачно, временами снег, ночью 0. 13 декабря в субботу 0 градусов днем, облачная погода. Ночью 3 градуса, со знаком минус. 14 декабря в Нижнем Новгороде. Днем минус 2 градуса, малооблачная погода. Ночью 3 градуса, ниже 0.